При проведении диафрагмального дыхания мы должны достать вот этот верхний диафрагмальный лимфоузел, который у нас поджимает сердце снизу. Вот сейчас мы делаем втягивание живота, а вот эту мы вообще ощущения не достаем. Вот ошибка при проведении диафрагмального дыхания, ну отлично диафрагмальное дыхание, но не достаем вот эту точку. Раздышался, отдохнул, успокоился и потащил, чтобы мы достали вот этот лимфоузел, потому что он болезнен и сильно. Мы и должны его натренировать, убрать боль. Молодец. Вот сейчас приближается уже. Да ты, конечно, практически приблизился уже. Ну-ка давай, 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 еще чуть-чуть потянись. Вот мой пальчик, сориентируйся. Вот в этом месте, вот в этом месте достать. Еще чуть-чуть, зайчик, еще чуть-чуть, плечи расслаблены, никакого напряжения плечик сверху. Плечики сверху, если будут напряжены, расслабился, подышал. Фух, вот все делают. И йоги, и фитнес меньше делают, все делают. Ну вот, плечи, плечи не должны быть напряжены, ведь прекрасно они делают. Как это называется у йогурта, вот это вот движение? Это? Да. Миша доставай, это кусочек. Я не могу их ругать. Вот, вот, не помните ругательные слова, но ладно, главное нам достать вот это будет. Не, Миша, не достал? То есть и не надо даже нам такой глубины. Капалабхати. Ну, слава богу, решили совместно мы. Без напряжения плеч сверху. Миша достаешь вот эту зону. Вот, вот, асимметрия-то ребер какая идет? Потому что в одном больше, в другом меньше. И сколько можно подержал, расслабься. Смотри, как вены чувствуют. Не должны вены чувствовать. Ты напряжение верхнего, Миша, верхнее вообще не должен чувствовать. Вот эту ошибку надо убирать. Научим мы юного друга делать правильно, и он будет молодец.